Всем большой привет! Вы на канале учимся готовить вместе! Друзья, сегодня хочу поделиться с вами идеей очень яркого, красивого детского тортика в стиле мультфильма Синий трактор. Это замечательная идея тортика, любой ребенок останется просто в восторге, увидев такую красоту. Начинка, ванильный бисквит, ананасовый сироп, йогуртовый крем, ананасы, бананы. Итак, начнем приготовление с бисквита. Нам понадобится яйца, сахар, мука, соль, разрыхлитель, ваниль. Более подробный и пошаговый рецепт классического бисквита уже есть на канале, ссылку оставляю в правом верхнем углу. Яйца предварительно разделяем на желтки и белки, очень аккуратно. Желтки не должны попасть в белки, посудой венчики должны быть абсолютно сухие и чистые. Добавляем в белки соль и ваниль. В желтки высыпаем половину нормы сахара, остальное пойдет в белки. Взбиваем белки в пышную пену, сразу на маленьких оборотах, постепенно добавляя. Начинаем вводить сахар маленькими порциями и взбиваем белки до пиков. Белки взбили, теперь взбиваем желтки в пышную пену и до посветления. Аккуратно вводим желтки в белки и перемешиваем лопаткой движениями снизу вверх. Разрыхлитель добавляем в просеянную муку, перемешиваем и в два этапа вводим в яичную смесь. После каждого раза аккуратно вымешиваем движениями снизу вверх до однородного состояния. Тесто готово! Берем форму диаметром 22 сантиметра. У меня разъемное кольцо. Под низом два слоя фольги, пергамент и заворачиваем края, хорошо фиксируя. Форму ничем не смазываем и ставим на противень. Выливаем наше бисквитное тесто. Равномерно распределяем. Отправляем в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 35-40 минут. Выпекаем до сухой зубочистки, но как всегда ориентируйтесь на свою духовку. Бисквит готов! Даем ему полностью остыть и извлекаем из формы. Таких бисквитов выпекаем два. Посмотрите, какие высокие красавцы получились! Просто идеальные! Каждый бисквит разрезаем на два коржа. В итоге получится четыре. И собираем наш тортик. Нижний корж я уже уложила. Пропитываем ананасовым сиропом. Сок берем из банки с ананасами. Добавляем сахар по вкусу, кипятим и полностью остужаем. И сироп готов! В прослойке идет йогуртовый крем. Мы его недавно с вами делали. Ссылку на видео оставляю в правом верхнем углу. Крем визуально делим на три части и выкладываем на корж, равномерно распределяя. Дальше выкладываем ананасы и бананы и накрываем вторым коржом. Аналогично чередуем все слои тортика. Торт отправляем на ночь в холодильник пропитаться, а пока займемся украшениями. Топеры будем делать на мастике. Вафельные картинки я уже аккуратно вырезала. Рабочую поверхность присыпаем крахмалом. Мастику хорошо разминаем и раскатываем толщиной 3-4 миллиметра. Примеряем картинку, подходит ли. Наносим кисточкой водку. Водка испарится и у нас останется только липкий слой. Прикладываем картинку, хорошо прижимаем. Убираем лишний воздух. Накрываем чистой сухой салфеткой и проходим со скалкой, чтобы зафиксировать картинку. Убираем салфетку и острым ножом вырезаем картинку. Аккуратно вставляем шпажки. И топпер готов. Так делаем все остальные. Переворачиваем топперы вниз картинкой и даем полностью подсохнуть. Теперь приготовим пряник с надписью. Рецепт имбирных пряников уже есть на канале, ссылку оставляю в правом верхнем углу. Как всегда раскатываем тесто скалкой. Вырезаем квадратный пряник и выпекаем при температуре 180 градусов 7-10 минут, но как всегда ориентируйтесь на свою духовку. Пряник готов. Даем полностью остыть и будем покрывать глазурью. Приготовим белковую глазурь. В миске соединяем белок, сахарную пудру и лимонную кислоту. Пару минут взбиваем. Не забудьте яйцо обработать в содовом растворе. Делим глазурь на три части, две поменьше и одну побольше. Добавляем пищевые красители и хорошо перемешиваем. У меня электрожелтый, электрозеленый и бирюзовый цвет, но в итоге он получается больше голубой. И переносим глазурь в кондитерские мешки для удобства. Заливаем пряник, но сначала делаем контуры. Когда контуры подсохнут, заливаем полностью пряник. Зубочисткой помогаем себе равномерно распределять глазурь. Даем синему цвету подсохнуть и заливаем пряник зеленым цветом. Даем глазури полностью высохнуть и лишь тогда пишем надпись желтым цветом. Оставляем пряник до полного застывания глазури. Ну что, пора выравнивать наш тортик. Творожный крем я уже сделала. Ссылку на видео оставляю, где есть подробный рецепт, как сделать такой крем. Делим крем на две части и окрашиваем гелевыми красителями. Достаем торт с холодильника и сначала делаем черновую обмазку, чтобы прибить крошки. Низ до половины делаем бирюзовым кремом, вверх делаем желтым кремом. Примерно вот так должно получиться. Отправляем торт на 15 минут в холодильник. Далее выравниваем основной слой. Снова низ делаем до половины голубым цветом, вверх и остальную половину тортика желтым. Вот так должно получиться. Отправляем торт на 20 минут в холодильник. А пока приготовим шоколадную глазурь для потеков. На 100 грамм кондитерской глазури берем 50 грамм сливок 33%. Растапливаем или на паровой бане, или короткими импульсами в микроволновке, как вам больше удобней. Окрашиваем гелевым красителем электрозеленым. Хорошо перемешиваем и переносим глазурь для удобства кондитерский мешок. Достаем торт с холодильника и аккуратно делаем потеки. Надавливанием на конверт регулируйте размеры потеков. Остальную глазурь выливаем сверху на торт и быстро равномерно распределяем. Так как торт холодный, глазурь очень быстро схватывается. Посмотрите, как ярко и красиво получается. С каждым этапом прорисовывается будущая картинка тортика. Теперь самое интересное. Мой любимый момент – украшение тортика из заготовок. Первым делом остатками крема прикрепляем пряник и немножко очень аккуратно его прижимаем. Рядом с пряником прикрепляем кошку. Далее рассмещаем подготовленные топперы на мастике. Дальше яркие меренги. Подробный пошаговый рецепт безе найдете по ссылке в правом верхнем углу. Именно эти безе мы с вами делали на прошлой неделе. Добавим маршмэллоу. Кисточкой декор гелем прорисуем вафельные картинки. Так они будут смотреться намного ярче. И добавим по бокам вот такие звездочки. В итоге посмотрите, какой замечательный, яркий, красивый, с очень вкусной начинкой тортик получился. Йогуртовый крем превосходно сочетается с бисквитом и фруктами. Очень нежный и воздушный. Такому тортику любой ребенок будет рад и останется просто в восторге. А главное, тортик сделан своими руками и с любовью. Надеюсь видео вам понравилось и обязательно пригодится. Подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты. Ставьте лайки, комментируйте, мне будет очень приятно. А я как всегда желаю вам удачи на кухне. Не бойтесь экспериментировать, пробовать что-то новое. Всем добра и позитива! Субтитры сделал DimaTorzok